Всем привет! С вами Мисс Райт и это выпуск Дорамных новостей. Перед просмотром, пожалуйста, включите VPN. Этим вы поможете росту и продвижению канала. Поехали! Новая фотосессия Сон Джун Ки привлекла много внимания. Актер снимался не только в привычных для всех классических рубашках и костюмах, но и в довольно необычных для него образах. 28 февраля агентство Сон Джун Ки опубликовало закадровые фото с недавней фотосессии актера. Для этой фотосессии стилисты подобрали для актера самые разные образы, начиная от рубашек и пиджаков с одинаковым принтом и заканчивая вязанным кроп-топом без рукавов. Во время фотосессии Сон Джун Ки проверк некоторые слухи, которые ходят о его новоиспеченной супруге Кэти Луис Сандерс. Актер заявил, что все слухи, связанные с его женой Кэти, включая предположения о ее прошлом браке и беременности, ложные. А есть правды там только название ее университета. Сон Джун Ки рассказал, что Кэти успокоила его гнев, также он считает, что она прекрасно дополняет его. После Сон Джун Ки вспомнил день, когда он заключил брак с Кэти. Актер рассказал, что сразу же после этого он отправился на съемочную площадку своего нового фильма «Рогги Ван». Он поздно вернулся домой и поужинал со своей новоиспеченной женой. Сон Джун Ки с теплотой рассказывал о Кэти, которая всегда его поддерживала, несмотря на его загруженный график. Недавно пара отправилась в Менгарю, где проходят съемки нового фильма «Рогги Ван». Корея планирует стать одной из четырех ведущих мировых культурных держав за счет наращивания экспорта контента, такого как телевизионные сериалы и поп-музыка. Об этом в четверг сообщило Министерство культуры, спорта и туризма. «Входя в четверку лучших стран мира с наибольшим культурным влиянием после США, Китая и Японии, корейская индустрия контента оказывает положительное влияние на имидж национального бренда и экспорт других смежных отраслей», сказал Ким Джо Хион, руководитель Бюро контент-политики Министерства культуры, спорта и туризма. В настоящее время Корея занимает седьмое место в мире по доле рынков индустрии контента. Министерство культуры, спорта и туризма поставило цель увеличить экспорт контента до 25 миллиардов долларов к 2027 году. Государство планирует положить 790 миллиардов вон в этом году и 1 триллион вон в следующем году через различные фонды, чтобы помочь увеличить экспорт контента. По данным Министерства, индустрия контента уже стала основным сектором экспорта страны, составив в общей сложности 12 миллиардов долларов США в 2021 году, что опережает бытовую технику и дисплеи. Правительство в рамках своего плана зарубежной экспансии планирует искать новые экспортные рынки в Северной Америке и Европе и на Ближнем Востоке. Следует заметить, что на Китай, Тайвань, Гонконг и Японию приходится более 50% от общей стоимости экспорта индустрии контента. Корея проведет мероприятие K-Contact Expo в Великобритании и США в этом году. И во второй половине этого года вновь откроют центры контента в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте, Нью-Дейли и Мехико. Корейский контент также примет участие во французском MipTV, Mipcom, Каннском фестивале, Сингапурском азиатском телевизионном форуме и рынке и на немецком Берлинском кинофестивале. Учитывая популярность корейского контента на Ближнем Востоке, правительство планирует создавать контент, используя местные языки и культурные традиции, а также продвигать K-Content с помощью культурных мероприятий, таких как Kipo-выступления. Министерство стремится расширить рамки индустрии контента, не только поддерживая индустрию виптунов и финансируя дорамы, фильмы и телешоу в стриминговых кинотеатрах. В этом году планируются инвестиции в размере 45 миллиардов вон, чтобы побудить местные производственные студии защитить свои права интеллектуальной собственности. Правительство считает, что растущая ими общемировая популярность K-Content окажет косвенное влияние и на другие смежные отрасли, такие как мода, красота, бытовая техника, IT и строительство. Сон Хегё станет наратором документального фильма МБС «Бабушка вернулась» в поддержку женщин для утешения японской армии. 1 марта на МБС вышел документальный фильм «Бабушка вернулась». Он рассказывает о жизни женщин для утешения, которые подверглись сексуальной эксплуатации со стороны японских военных во время Второй мировой войны. Главная героиня фильма, голосом которой станет Сон Хегё – Ли Йон Су. Ли Йон Су 96 лет. В те времена женщина была сексуальной рабыней для обслуживания солдат императорской армии Японии. Ее единственным хобби было пение. Особенно сильно женщина любит песню «A Woman's Life», текст которой напоминает ей собственную жизнь. Чок Ван Иль, победитель 10 сезона шоу «Шоу Мизаманы», выслушал историю Ли Йон Су и написал рэп, который позже добавили в песню «A Woman's Life» в исполнении Ли Йон Су. Песня не напоминает о страданиях и боли, а успокаивает. 28 февраля было подтверждено, что в прошлом году Национальная налоговая служба подвергла актера Ли Йон Хона налоговому расследованию и оштрафовала его на 100 миллионов вон в качестве налогов. Согласно сообщению оценочного агентства, Национальная налоговая служба инициировала внеплановую специальную проверку к отношению Ли Йон Хона и его агентства BH Entertainment в сентябре прошлого года. Агентство является агентством, основанным Ли Йон Хоном в 2006 году. Компания считается примером успеха агентства на одного человека. В отличие от обычных проверок, специальные проверки инициируются тогда, когда налоговая служба подозревает организацию или физическое лицо в уклонении от уплаты налогов. Все внимание публики сосредоточено на потенциальной причине штрафа, наложенного на Ли Йон Хона. Многие считают, что это, возможно, связано с инвестициями в недвижимость, использованием частных лиц и корпораций. BH Entertainment сделал объявление по этому поводу, сказав, «Мы действительно выплатили штраф в национальной налоговой службе, но этот штраф не связан с неуплатой налогов. Мы выплатили бонусы всем нашим работникам из собственного кармана, но учет части, которая рассматривалась как расходы компании, оказалась проблематичной, и часть гонораров модели была отведена на пожертвование, что стало причиной дополнительных доплат». Актриса Ро Юн Со попривлекает внимание общественности своим очарованием в дораме TVN «Ускоренный курс романтики». Недавно девушка появилась на странице журнала «Мэри Клэр». В дораме «Ускоренный курс романтики», рассказывающей о запутанных отношениях репетитора по математике и владелица магазина, Ро Юн Со играет на МХИ, ребенка с добрым сердцем. Она обладает зрелым умом и знает, как добиться поставленной цели. Дорама TVN «Ускоренный курс романтики» выходит по субботам и воскресеньям в 21.10 по корейскому времени. Ким Донук и Чон Ухи сыграют новой дораме Новая дорама TVN «Выгодный обман» расскажет историю мести мошенницы с недостатком эмпатии и адвоката, которая от природы сопереживает всем вокруг. Пара объединится в борьбе со злом. Режиссером дорамы станет создатель сериала «Отыщи меня в своей памяти» Ли Сухён. Ким Донук сыграет Хан Му Йона, привлекательного аристократа, который должен получать психиатрическое лечение из-за чрезмерной эмпатии, которая усложняет его жизнь. Чон Ухи сыграет Лиру Ом, гениальную мошенничеству, которая не обладает эмпатией. Девушке удалось сколотить состояние благодаря своим талантам маскировки и убеждения. Съемочная группа отметила, проект «Выгодный обман» вызовет у зрителя чувство духовного удовлетворения через месть мужчины и женщины, которые не похожи друг на друга, но объединяются ради общей цели. Зрителям понравится яркая игра Ким Донука и Чон Ухи. Премьера Дорамы состоится 29 мая в 20.50 по корейскому времени. Убийство 28-летней Эбби Чой, инфлюенсера и светской львицы, потрясло Гонконг. Тело девушки было расчленено, а члены ее семьи, ее бывшего мужа, арестованы. Это одно из самых жестоких убийств в Гонконге. Изродованное тело Эбби Чой было найдено в деревне Лунг Мэй в Тайпоу через несколько дней после того, как она была объявлена пропавшей без вести. Полицейское расследование быстро показало, что Эбби находилась в финансовом споре, связанном с имуществом, стоимостью в десятки миллионов гонконгских долларов, в семье ее бывшего мужа. И, возможно, вызвало у них недовольство тем, как она распоряжалась финансовыми активами. В последний раз девушку видели в полдень 21 февраля. Ее дело было передано региональному отделу по борьбе с преступностью западного Коулуна. Сообщение о ее пропаже было подано через 12 часов. Ее личный шофер, который также является братом ее бывшего мужа, утверждал, что именно тогда в последний раз видел ее. Представитель полиции заявил, что ложная информация была предоставлена подозреваемыми с целью ввести в заблуждение. Полиция обнаружила загородный дом в Тайпоу, а в нем холодильник с человеческими останками. Они также обнаружили удостоверение личности и кредитные карты жертвы, а также инструменты, которыми, как предполагается, воспользовались для расчленения ее тела, включая мясорубку, бензопилу, плащи, перчатки и маски. Убийство было преднамеренным, так как загородный дом был арендован бывшим свекром Эбби Чой всего несколько недель назад, и в нем почти не было мебели, а стены и окна были задрапированы холщовыми простынями. Родители бывшего мужа Эбби Чой, а также его брат, были задержаны в предрассветные часы 25 февраля в западном Коулуне. Бывший муж Эбби Чой, Алекс Квон, пятый ребенок в своей семье, был арестован также 25 февраля после облавы. Певица Суэн Йон, которая когда-то дебютировала в качестве участницы Джеверли, 26 февраля провела свадебную церемонию в отеле в районе Сеула под названием Намсан. Из уважения в частной жизни незнаменитого, возлюбленного певицы, церемония прошла в узком кругу близких пары. Как ранее стало известно, Суэн Йон и ее муж, который является бизнесменом, обладающим IT-компанией среднего размера, уже зарегистрировали свой брак и вместе живут в Пангё, городе, известном как IT-центр провинции Кёнгидо. Певица раскрыла свою помолвку в декабре со словами «Несмотря на то, что я считала, что брак не для меня, судьба решила по-другому». В преддверии своего долгожданного возвращения с новой дарамы, Сюзи перевоплотилась в милую злодейку для рекламы нового виптуна от Never. Новый виптун называется «Ония, королева этой жизни». Представляя виптун, Сюзи превратилась в королеву, жаждущую мести. «Ония, королева этой жизни» – это романтическая фэнтезийная история об Ариадне, которая умерла после того, как ее использовала ее сестра Изабелла. Но неожиданно вернулась, и ей снова 17 лет, и зная свое будущее, Ариадна стремится изменить свою судьбу, на этот раз не проявляя пощады. Сюзи исполнила в рекламе роль Ариадны. Сон Хай Гео и Хан Су Хи вместе появятся в новой дараме «Цена признания». Дарама рассказывает историю двух женщин, расследующих случай убийства. Сон Хай Гео будет играть школьную учительницу рисования, а Хан Су Хи возьмет на себя роль загадочной женщины, которая покажет героине Сон Хай Гео новый мир. Ранее четверо одноклассников обвинили участницу физикал-сток Ким Дайон в школьных издевательствах, утверждая, что она также била их и пинала в живот. Ким Дайон призналась в словесных оскорблениях, но отрицает физическое насилие. Ким Дайон призналась, что оскорбляла других учеников в школе, но отрицала обвинения в физическом насилии. Она опубликовала в своем аккаунте в соцсети следующее сообщение. Здравствуйте, это Ким Дайон. Я прошу прощения, что публикую это только сейчас, после нескольких дней размышлений. Прежде всего, я признаю, что 14 лет назад я была озорницей. Смотря в прошлое, я действительно использовала оскорбительные и обидные выражения, чтобы поддерживать отношения с популярными учениками и дисциплинировать младших. Я была незрелой и лишена здравого смысла. Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы извиниться перед младшими, которые тогда пострадали от этого. Мне очень жаль. Это извинение не заставит мои действия с прошлого исчезнуть. Даже если это займет некоторое время, я лично извинюсь перед пострадавшими и попрошу прощения, если у меня будет такая возможность. Реальность такова, что на Физикл 100, программу, на которой я очень много работала, негативно влияют разногласия вокруг меня, и эта тяжесть уложится на мое сердце. Я также хотела бы извиниться перед продюсерами и персоналом шоу, а также перед зрителями, которые смотрели программу и поддерживали меня. Тем не менее, многое отличается от реальности. Я не могу согласиться с этим и поэтому хотела бы уточнить. Я никогда не брала деньги у других и не применяла физического насилия. Это было 14 лет назад, поэтому память может подводить меня. Но я покопалась в своих воспоминаниях с 14-летней давности, а также связалась со своими друзьями того времени, спрашивая их о том, что было. Я помню, что ругалась на младших и говорила им обидные вещи. Но я не применяла физическое насилие в караоке-залах или в парках и не вымогала деньги у других. Я думаю, что это ложное откровение связано с моими прошлыми незрелыми действиями. Однако, если ложные разоблачения или информация будут распространяться в будущем, у меня не будет другого выбора, кроме как подать в суд. Наконец, я думаю, что многие люди посчитают, что это не настоящее извинение, а оправдание моих действий. Но даже если я извиняюсь, я не думаю, что просить прощения за то, что я не делала, не является настоящим извинением. Я не буду скрывать свою ошибку и буду размышлять о своих прошлых ошибках. Это то, на что я могу набраться смелости и лучшее, что я могу сделать. Я не смогу передать свои истинные чувства просто словами. Но я еще раз искренне извиняюсь перед теми, кого обидела в прошлом. Всегда ужасно слышать о странах, которые пострадали от разрушительных стихийных бедствий и о потерях, которые произошли в них. В последнее время Турция и Сирия пережили разрушительные землетрясения, которые унесли драгоценные жизни многих людей. Другое множество людей во всем мире продолжают делать пожертвования на мероприятия по спасению и оказанию помощи пострадавшим гражданам в обеих странах. Жители Кореи также делают пожертвования на меры по оказанию помощи в связи с землетрясениями в Турции и Сирии, и актеры не исключение. Как поклоннику вам может быть интересно, какие корейские знаменитости делали пожертвования, стоит сказать, в список неполный. Ким Гуэйн пожертвовала 30 миллионов вон НПО «Хорошие соседи». Джей Чан Лук пожертвовал корейскому комитету Юнисеп 100 миллионов вон. Шин Мина пожертвовала пострадавшим в Турции и Сирии 50 миллионов вон. Юин Най – еще одна корейская актриса, которая решила оказать помощь жертвам Турции и Сирии. Она пожертвовала 30 миллионов вон. Чон Рю Вон пожертвовала 50 миллионов вон НПО «Ворд Вижен». Пак Бо Йон пожертвовала 30 миллионов вон Корейской ассоциации и помощи в случае стихийной бедствии МОЦ «Надежды». Хан Джимин пожертвовал 100 миллионов вон Корейскому комитету Юнисеф. Пак Су Джун пожертвовал 100 миллионов вон по сообщениям Корейского комитета Юнисеф. Ким Хи Су также пожертвовала Корейскому комитету Юнисеф в 100 миллионов вон. И также Чан Гэн Сок также пожертвовала Корейскому комитету Юнисеф в 100 миллионов вон. Новая Дорама СБС от создателей Хит Ай Пент Хаус подтвердила съемки второго сезона. 24 февраля представитель Дорама СБС «Сбежавшая семерка» подтвердил, что Дорама готовится к съемкам второго сезона. Дорама «Сбежавшая семерка» рассказывает историю семи человек, замешанных в проваже молодой девушки, которая запуталась в сложной сети лжи и амбиций. Сериал станет третьим общим проектом сценариста Ким Сунок и режиссера Джу Дон Мина, которые ранее работали над Дорамами «Достоинства императрицы» и «Пент Хаус». В сериале «Сбежавшая семерка» сыграют Ом Ки Джун, Хван Чон Им, Ри Джун, Ли Ю Би, Ши Нэн Кён, Юн Джун Хун, Чо Юн Хи, Чо Джэ Юн, Ли Док Ха и другие. Первый сезон Дорама «Сбежавшая семерка» выйдет позже в этом году. Юа Ин подозревается в употреблении еще одного наркотического вещества, помимо марихуаны и пропофола. 24 февраля канал МБС сообщил, в образцах волос Юаина были обнаружены три вида наркотических веществ. Был обнаружен еще один вид наркотика, помимо пропофола, в употреблении которого актеры подозревали изначально, и марихуаны. Полиция обыскала Юаина и взяла образцы волоса мочи, когда тот вернулся в Корею 5 февраля. Вскоре после этого объявили, что мочи не нашли, пропофола обнаружили следы марихуаны. Ну, это все вы и так знаете. Агентство прокомментировало сообщение о обнаруженном третьем виде наркотика. Мы несколько раз спрашивали полицию об этом, однако в ответ мы получали, только мы не можем вам сказать. Мы просим вас понять, что мы не можем раскрыть свою позицию, основываясь только на сообщениях СМИ, без какой-либо официальной информации от полиции. Нитизаны сравнили случаи использования пропофола Ха Чону и Юаина и решили, что вмешательство полиции спасло Юаина. Юаин кололся пропофолом 73 раза в период с января до декабря 2021 года. Узнав об этом, нитизаны сравнили количество пропофола, использованного Юаином, и количество этого же препарата, использованного Ха Чону. Он, по сообщениям, вводил себе пропофол 19 раз за 9-месячный период. Большинство комментаторов согласилось, что Юаин спас себе жизнь, упавшись на использование препарата, так как результатом злоупотребления пропофолом является ранняя смерть. Также, пока я монтировала, уже стало известно, что его убрали из актерского состава незнакомцев из ада, и его заменит уже другой актер. Квак Дон Йон, Пак Сон Хун, Ким Чжу Рён, Най Ён Хи и Ким Чон Нан возможно снимутся в новой дарами сценариста «Аварийной посадки любви». 23 февраля появилась информация о том, что Квак Дон Йон и Пак Сон Хун сыграют главные роли в новой дарами «Тивен королева слез». В ответ на это, агентство Квак Дон Йона и агентство Пак Сон Хуна сообщили, что оба актера находятся на стадии рассмотрения предложения. Помимо этого, стало известно, что Ким Чжу Рён, Най Ён Хи и Ким Чон Нан также ведут переговоры о съемках. Сценаристом «Королевы слез» является Пак Чжи Ын, а режиссером выступит Ча Ён У. Ранее, в декабре прошлого года, Ким Су Хён и Ким Чжи Ын были утверждены на главной роли в этой дараме. Шин Йейн обсуждает съемки в исторической дараме с Ким Тэ Ри. Дарама «Чон Ньон» основана на одноименном вебтуне. Сюжет разворачивается в 1950-е годы и рассказывает историю Юн Чон Ньон, необразованной молодой девушки из мокпо, которая обладает отличным певческим голосом. Юн Чон Ньон решила присоединиться к традиционному театру, чтобы осуществить свою мечту. В ноябре прошлого года появились сообщения о том, что Ким Тэ Ри обсуждает съемки в главной роли в этой дараме. Кажется, Али Сан Ги и Ли Да Ин устроят по-настоящему роскошную звездную свадьбу в апреле. Юджи Сок возьмет на себя роль ведущего на свадьбе пары и произойдет это 7 апреля. Юджи Сок и Ли Сан Ги в прошлом уже работали вместе на различных развлекательных программах и известны своим мастерством подшучивания. Поздравительная песня для молодоженов будет исполнена певцом Ли Джоком, чей суперхит «It's Fortunate» все еще остается самой популярной свадебной песней в Южной Корее. Как уже сообщалось ранее, приватная свадебная церемония Ли Сан Ги Ири Да Ин будет проходить 7 марта в апреле в Канамском отеле Grand Intercontinental Soul Parnass. Сориан, что по-прежнему есть накладки с записью, я все еще продолжаю болеть. Но материал должен выходить, потому что новости выходят в большом количестве, их невероятно много, и если не освещать их постоянно, я много чего до вас не донесу. Так что извините за такие накладки и заминки, пожалуйста. Актриса Сон Эн Со на данный момент находится в отношениях с Чан Вон Соком, президентом BA Entertainment, кинопроизводственной компании, известной фильмом «Криминальный город». Сон Эн Со совершила свой дебют в индустрии развлечения в качестве модели перед тем, как сняться в таких проектах, как «Голос», «Расплата» и «Казино». Ли Чан Вон присоединится к Хани Ли в новой исторической дараме. 23 февраля новая дорама МБС «Цветок, что цветет по ночам» подтвердила, что Ли Чан Вон сыграет главную мужскую роль в сериале. 21 февраля съемки в главной женской роли подтвердила Хани Ли. Новая дорама МБС «Цветок, что цветет по ночам» расскажет историю двойной жизни вдовы Йохва и молодого мужчины Сухо. Сериал новый проект продюсера Чан Тэ Ю, который работал над сериалами «Гиена», «Человек со звезды» и другими. Ли Чан Вон сыграет Пак Сухо, офицера военного лагеря. Пак Сухо уменно обладает отличными навыками боевых искусств. Его жизнь приобретает неожиданный поворот, когда мужчины сталкиваются с вдовой Чо Йохва. В прошлом году Ли Чан Вон появился в дораме МБС «Золотая ложка» и выиграл награду новичек года на 2022 МБС «Драма Эвордс». Премьера дорамы «Цветок, что цветет по ночам» запланирована на вторую половину этого года. Для корейской индустрии развлечений этот год начался довольно неплохо. Мы увидели несколько хороших дорам, услышали много замечательной музыки и открыли для себя новые шоу. Но что же ждет нас дальше? Выкатились в список самых ожидаемых фильмов этого года и туда попали. Дай пять. Актеры Юа Ин, Ан Джихон, Рамиран, Ким Хивон и Ли Джейн. Это история пяти человек, которые внезапно узнают о своей сверхъестественной силе и о врагах, пытающихся заполучить их способности. Одна победа. Актеры Сон Ган Хо, Пак Чон Мин, Пак Мюн Хун, Чан Юн Джу и Ли Мин Джи. Фильм о тренере по футболу, который еще ни разу ничего не выигрывал. Однажды он принимает вызов, в котором обещает выиграть всего одну игру и принимается за подготовку к своей волейбольной команде. Раскопанная могила. Актеры Чуэ Мин Шик, Ким Го Ин, Ю Хэ Джин и Ли До Хён. Таинственная история о том, как однажды гробовщику и шаману предложили крупную сумму денег за перемещение могилы умершего человека. Фильм расскажет о неожиданных и странных событиях, происходящих с главными героями в ходе данного процесса. Норян. Актеры Ким Юн Сок, Пэ Кюн Сик, Чон Джей Ён и Хо Джон Хо. Третий и последний фильм об истории И Сон Шина от режиссера Ким Хан Мина. Этот военный фильм расскажет о битве при Нуряне, которая была последним крупным сражением И Сон Шина. Бетонная утопия. Актеры Ли Бён Хон, Пак Су Джун и Пак Бо Ён. На Сеула брошивается землетрясение и превращает город в руины. Уцелевшей остается только одна квартира, куда начинают стекаться все выжившие, надеясь найти утешение в этом разрушенном городе. Бостон 1947. Актеры Ха Чон У, Им Ши Ван, Пэ Сон У, Ким Сан Хо и Пак Эм Пин. Это история корейских спортсменов, желающих снова участвовать в соревнованиях после Второй мировой войны и их приключениях во время подготовки к первым международным соревнованиям. Луна. Актеры Соль Кюн Гу и Дио. Трогательная история о человеке, застрявшем в космосе, и другом человеке на земле, пытающемся спасти его. Контрабандистки. Актеры Ким Хе Су, Йом Чон А, Чо Иль Сон, Панг Чон Мин и Ким Джон Су. Этот фильм расскажет о людях, которые неожиданно оказались замешанными в преступлении, связанном с контрабандой на другом конце океана. Какой из этих фильмов заинтересовал вас? Пишите в комментариях. Пришло время посоветовать вам Дораму, и сегодня это трехсезонная Дорама «Хочу романтики». Дорама относительно старенькая, последний сезон завершился в 2014 году. Итак, о чем? Первый сезон. Ин Йон работает в крупной гостинице, живет со своим парнем «Душа в душу» уже целых 10 лет. Сой Йон – роковая красавица, меняющая мужчин как перчатки. Хён Джу – счастливица, которая вот-вот должна выйти замуж. Их жизни такие разные, но каждая вполне довольна тем, что имеет, и уверенно шагает по выбранному пути. Но, как известно, судьба зачастую ставит под ножки именно тогда, когда меньше всего ждешь. Одна осознает, что любовь давно превратилась в привычку, а от прежней страсти не осталось и следа. Единственная настоящая любовь второй героини бросил ее, к тому же оказался женат, а теперь пытается возобновить отношения. А третья в день собственной свадьбы так и не дождется своего жениха. Что же будут делать лучшие подруги и как сложится их дальнейшая судьба? Второй сезон о том, что девушка Чу Ёль Ме попадает в любовный треугольник между своим давним другом Юн Сок Хёком и новым знакомым Ши Джи Хуном. Третий сезон рассказывает историю о любовном треугольнике между 33-летней женщиной Шин Джо Ён, которая достаточно успешна, чтобы превзойти мужчин. Но ей не хватает энтузиазма, когда речь заходит о любви. 26-летним молодым человеком Джу Ваном, который мечтает о чистой любви, и 30-летним мужчиной Канте Юном, который любит командовать женщинами на работе. Бан Джи Вон сыграет роль О Сэ Рён, топ-модель и стилиста, которая является подругой и конкурентом Шин Джо Ён и будет бороться с ней за сердце Тэ Юна. В целом, эта дорама очень подходит, если вы не хотите сильно загружать мозг. То есть я под такие дорамы люблю вышивать, выжигать картины, делать свечи, варить мыло, заниматься чем-то, что грубо... Ну, скажем так, эти дорамы не требуют того, чтобы вы, не отрываясь, смотрели в экран постоянно. Но при этом дам довольно интересный сюжет, очень такой интересный актерский состав, и видно еще, что эти дорамы относительно старенькие по стилистике и по каким-то другим моментам. Пишите, если вы смотрели, понравилось, вам не понравилось, будете, не будете и так далее. А на этом пока что на сегодня это все. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аньоон!